индивидуальность это всего лишь множество личности которые она объединяет впечатление целостной личности поддерживается исключительно за счет запретов то что другие называют нашим характером это только панцирь который защищает то что мы есть на самом деле это социальная маска и стиль на изменениям но действующие только в спокойном случае агрессии и только в этом случае мы становимся самим собой оказавшись в опасности мы показываем на мгновение то есть что так тщательно скрывали сэконом прононтанда соя кэши нет обманывает еще сильнее чем да лабиринты сколько нужно лжи чтобы заполнить эту брешь сколько надо наложить швов почему постоянно должны залечивать наши раны пони поделили сказать вслух кто есть на самом деле такого чего мы боимся из того что люди подумают что мы скрываем свою настоящую сущность и не претендовать клюда лод выбрал другое клюда лод вновь разбередил все свои раны клюда разорвал швы и погрузился в лабиринты своего существа чтобы встретиться лицом к лицу с минотабром с этим великим испытанием которое преследует нас всех кида персекут тус история клода правдивая это один из самых странных случаев в современной психиатрии но рассказывать сейчас об итоге не имеет смысла вернемся лучше к обстоятельствам которые заставили меня рассказать об этом пациенте лечение которого перевернула всю мою жизнь за шесть дней до ареста плода плод плод вы в порядке могу поклясться чтобы упали в обморок может присядете на минутку вам бы стоило подумать о квартплате вы уже за два месяца задолжали код и а Мозберг, двенадцатый калибр, оружие нападения американской полиции. Но можно и по тарелкам стрелять. Три коротких патронов. Вместе с этим. Мозберг четвертой категории. Не беспокойтесь, процедура очень простая. Есть только разрешение на охоту или ваша членская карточка. Что вы делаете? Что вы от меня хотите? Прокуратура не будет требовать мести. Клоуд спрашивал себя, что его к этому привело. Неоднократно, с самого детства, мой пациент испытывал ощущение украденного времени. Кто-то позаимствовал его время, и что он тогда делал, он не имел ни малейшего представления. Он знал только, что просыпался где-то, и не понял ничего, что произошло. Дамы и господа присяжи. Четвернадцати женщинам и тринадцати мужчинам выполнил счастье оказаться на пути этого монстра. Ваш клиент признает себя виновным. Госпожа председатель, мой клиент не может ответить на этот вопрос. Он не имеет представления о добре и зле, и следовательно не может выбрать между виновностью и невиновностью. Я причинил кому-то вред? Защита также требует незамедлительно пригласить в зал суда психиатра, чтобы оценить психическое состояние моего клиента. Этим психиатром был мой друг и коллега, профессор Карл Фребет. Клод должен был провести три месяца в ОСБ, отделении сложных заболеваний. Нужно было, чтобы Клод обрел эмоциональное единство, чтобы сотрудничать с адвокатом и участвовать в своем собственном процессе. Иногда я сержусь на Карлу. Это он передал мне этот случай. Но, оглядываясь назад, был ли лучший способ лечения? В конце концов, оставалось только открыть дверь в лабиринт, больше ничего. Я уже давно был готов туда войти. Возможно, когда ты будешь там, Карл. Карл, я больше не практикую, ты это прекрасно знаешь. Если бы я согласился прийти в это заведение, то только при условии жить среди больных, чтобы лучше их понимать. Да, я знаю. Но тебе не нужно прерывать свою работу. Я прошу тебя всего 45 минут в день. Это же не море выпить. Такой случай встречается только один раз за всю карьеру. Каждый день это разные люди. Голоса, которые она слышит, ее мимика, ее движение, манера говорить, все меняется. Сегодня агрессивная, завтра вызывающая жалость. У нее все симптомы шизофрении, но ни одно классическое лечение не помогает. Почему я? Потому что мы с тобой никогда не соглашаемся. Потому что ты скептик от природы, потому что ты не побоишься спуститься в ад. А что она сама об этом говорит? Что ты от нее хочешь? Клод больше ничего не решает. Один из них решает, будет ли она есть, принимать душ, как будет одеваться. Они же позволили ее убивать. Это его единственный шанс. Через месяц я должен представить суду отчет. Традиционная психиатрия отказывается от участия. Только из-за этого? А если мы позволим Клод решить самой? Карл, никаких транквилизаторов, пока я ее лечу. Если она услышит голоса, я тоже хочу их слышать. За шесть дней до ареста Клода. Осторожно, пропустите. Привет, Рэй. Странная история, Матяс. Ни трупов, ни свидетелей, только кровь жертв. Мрачное дело, прямо как ты любишь. Значит, я им займусь. Нет, я просто хотел узнать твое мнение. Ныне шарлатан или профи? Оба. Ущипните меня, это Нострадамус. Ребята, он погадает нам на кофейной гуще. Что ты здесь делаешь, Матяс? Ты сколько проб взял? Одну, а что? Ты можешь отличить кровь жертвы от крови нападавшего? Сколько пятен, столько и проб. Вот этот список. Он неплохо экипирован, комиссар. У него Мосберг, Дезерт Игл. Понял. Он выстрелил в камеру наблюдения. Ты достал пленку? Через час сделают копию. Хорошо. Нет никакого результата. И когда это произошло, никто не смог бы незаметно вынести тело через входную дверь. Мусорный бак. Что? Уточните у консьержки. Тут не хватает мусорного бака. Чарли! Консьержка! Кто-то нам тут устроил. Он ведь и собирается морочить нам головы своими командами и видениями. У тебя есть другое решение, Малик. Проблемы решаются не благодаря твоей заднице. Управ одного мусорного бака не хватает. Он тащил его до этого места, потом погрузил в машину и уехал. Он ничего не планирует, он импровизирует. Сколько ты взял кровь в крови? Почему ты об этом спрашиваешь? Не прикидывайся, я прекрасно знаю, чего ты хочешь. Снова уйти, как в прошлом году. Семь вместе вон с тем. Хорошо. Займись этим. Ты знаешь, к чему меня это привело в прошлом году? Лучшее, что ты мог сделать, это перевести меня. Не будем все портить. Спасибо за просмотр. Поехали. Продолжение следует... Ну… Займись этим. На кого вы смотрите, доктор? Да, Клод. Она всегда в стороне от всех? Да, кроме того времени, когда она консультирует. Как это? Она дает советы другим пациентам, иногда противоречащие нашим, и заставляет их себя называть доктором. За два месяца она устроила такое, что ее пришлось перевести. Это потому что здесь мужчины. Здесь всегда мужчины. В присутствии женщины ее травмируют. Карл сказал мне, что вы теперь ее лечите. Здравствуйте. Здравствуйте. Посмотри на выписанных. Зря стараюсь их вылечить. Они остались опасными до конца. Интересно, продолжают ли они там убивать и насиловать? Я доктор Бринак. А вы, Клод, не так ли? Это имя указано в вашей карте. Не хотите присесть на диван? Очень хорошо. Итак, в вашей карте говорится, что вы живете одна. В квартире на улице Мартир. Это правда? Здесь также говорится, что вы очень хорошо рисуете. Это тоже правда? Клод, если хотите, чтобы я вам помог, отвечайте на мои вопросы. У одного психотерапевта ваше лечение уже провалилось. Вы настроили против себя половину персонала больницы. Вы потеряли два месяца по собственной глупости. Вы знаете, что вас ждет, если мы оба потерпим неудачу? Тюрьма. Пожизненно. Нужно только небольшое усилие. Вы так не думаете? Итак, я жду вас каждый день ровно в 10 часов на 45 минут беседы. Вы сможете это выполнять? А ты сможешь, док. Ну что? Она сомневается, что я смогу присутствовать на наших сеансах. А ты сам? Что об этом думаешь? Думаю, что ты меня переоцениваешь. Их можно подзаряжать. Теперь можешь слушать музыку постоянно. Только не забудь, первый раз надо заряжать 12 часов. Я в долгу не останусь, доктор. Ладно, ерунда. Я хотел тебя спросить. Завтра у меня будет медицинская комиссия. Как вы себя вести, чтобы меня выпустили? Это очень просто. Достаточно, если ты будешь рассказывать о страданиях, которые ты причинил своим жертвам, не теребя рубашку. Сможешь это сделать? Если нет, то не выйдешь. Нет, тебе нельзя. Я что, туда упала, когда была маленькой? За пять дней до ареста Клода. Сможешь это сделать? Сможешь это сделать? Сможешь это сделать? Утinaire. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Здравствуйте! Я не слышал, как вы вошли. Нет, нет, останьтесь, прошу вас. Сколько сейчас времени? Это я опоздал. Присаживайтесь. Карл, извини. Я заработался вчера вечером и уснул прямо у тебя на диване. Но поскольку Клод очень пунктуально, мы сможем начать беседу. Оставляю вас. Увидимся позже. Мне сказали прийти к доктору Брэнаку. Это я. Вы меня не узнаете? Это ваше? Да. Я использую ее, чтобы записывать наши беседы. Вчера вы делали съемку. Вы этого не помните? Не хотите присесть на диван? Сколько вам лет? Семь с половиной. В вашей карте указан другой возраст. Это не мой. Не ваш. А чей же? Клод. А вы не Клод. Кто же тогда? Это мужское имя. Вы мальчик? Да. Ага. Вы мальчик. А что? Не видно. А где Клод? Она спит. Где? Вы не хотите ее разбудить? Я бы хотел поговорить с ней. Нет. Почему? Дедал не хочет. Это слишком опасно. Дедал? Кто это? Я не могу сказать. Почему? Он на меня разозлится. И на других. На других? Каких других? Я не могу сказать. Я не могу сказать. Послушай. Послушай, Тезей. Если ты хочешь, чтобы я тебе помог, ты должен рассказать мне. Они больше меня не выпустят. Ты хочешь остаться больным? Если хочешь выздороветь, то должен поговорить с кем-то. Ты начал с меня. Значит, ты уже в какой-то степени мне доверился. Не трогай его. Понял? Не трогай его. Что ты с ним сделал? Клод? Это определенно мания. Я тебе вчера не сказала, что я была не Клод. Вы мне вчера немного сказали. Вы мне вчера немного сказали. Да. А мальчишка слишком много. Он ослушался и будет за это наказан. За претом выходить? Кто установил эти правила? Босс. То есть? Дедал? Осторожнее. А вы? Как вас зовут? Ариадна. Ариадна, Тезей, Дедал. Можно сказать, вы любите мифологию, да? Это делает меня мифоманкой? А сколько у вас всего? Я ничего не знаю. Я не знаю всех. Но, по-моему, у нас много. Сколько вам лет, Ариадна? Двадцать пять. Блондинка. Метра восемьдесят. Атлетического телосложения, с большой грудью. Я в семье соблазнительница. Дедал дал мне странные поручения. Он говорит, что у меня и есть острое чувство территории. Ах, да, забыла. У меня небольшие проблемы с властями. Ты хочешь пополнить свои заметки, док? В деталях узнать натуру каждого? Кто знает немного удачи, ты, возможно, найдёшь противоречия в том, что тебе расскажут. Историю, которая покажет, что всё это ерунда. Бедняжка, доктор. Два дня терапии, и он уже сошёл с дистанции. Ты не найдёшь противоречия, и знаешь почему? Потому что мы не персонажи, а личности. Настолько разные, как ты и я. И знаешь что? Свой вопросник можешь засунуть себе сам знаешь куда. Я разоблачил симулянт Куана у меня. Моим первым порывом было рассказать об этом Карлу. Но я знал, что он скажет. Знал, что все скажут, если я попробую выразить словесно то, что мне уже подсказывал инстинкт. Нет. Мне нужны были другие доказательства. Образцы крови все идентичны. Это кровь продавца оружия. Он наклоняет голову, когда стреляет. Он знает, что за ним следят. Похоже, он что-то говорит. Увеличь рот. Вообще-то уже. Ближе. Такое могут сделать только в Голливуде. А я могу только изменять контрастность. Я насчитал четыре слога, а ты? По-моему, он говорит «касса». Сконцентрируйся, чёрт возьми! Ты чушь не сделаешь, а он сейчас кого-нибудь убивает. Эй, что «эй»? Прокрути по кадрам. Пожалуйста. Пожалуйста. Первый слог «Е». Второй тоже. Третий «А». Могу попробовать наложить сверху звук, если хочешь. Можешь ведь, когда сосредоточишься? «Е-Е-А». 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 «Тебе начинать». Что? «Тебе начинать». Вот что он говорит. Перекрути плёнку. Останови перед тем, как он кладёт что-то на стойку. Вот. Увеличи руку. Он кладёт на стойку кости. Он разрешает продавцу бросить первым. Не он решает убить, а случайность. Я решил поместить Клод под наблюдение 24 часа в сутки. Актёр лишённой публики перестаёт играть. Но отчёты санитаров были неизменными. Она или играла для себя, или не играла вообще. Больница разделилась на два лагеря. Одни считали Клод гениальной актрисой, которая симулирует невменяемость, чтобы уклониться от тюрьмы. Другие полагали, что она действительно больна. Сам я был то в одном, то в другом лагере. Сегодня, после отступления, особенно невероятным мне показалось то, что я мог усомниться. На третий день изоляции я получил от Клод записку. Это был письменный отказ. Она больше не хотела, чтобы я её лечил. Кроме того, она больше не хотела, чтобы её вообще лечили. Если я Бренапик, считаю её виновной, значит, она должна быть виновной. Крэм, не трогай! Крэм, не трогай! Крэм! 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 предотвратить новые попытки самоубийства, ее привязали к каравати. Именно там прошла наша третья беседа. Та, с которой все началось. Мне больно, доктор. Это Ариадна сделала, Тизей? Нет, это Клод. Я думал, она спит. С тех пор она спасается. А она всегда так опасна, когда спасается. Тот, кто налагает наказание, должен его испытать. До получения доказательств обратного. Я доктор Брэнна. Я знаю, кто вы такой. Мы все обещали Карлу стараться помочь, разрешить вашу маленькую проблему. Мою маленькую проблему? Я ваш психиатр, Дедал. Не мой точно. Во всяком случае, для Клод. Вы очень хотите избавиться от меня. Я чувствую, вы напряжены и нервничаете. Возможно, я вас смущаю. Наоборот. Это помощь того, кто следовал за Клод все эти годы. Я всего лишь слегка навел порядок в жизни Клод. Я знал ее еще малышкой. Я что-то вроде двоюродного дедушки. Двоюродный дедушка, от которого Тизей в ужасе. Зачем наказывать его так жестоко? В конце концов, он всего лишь ребенок. Он член семьи. Каждый член семьи не должен раскрывать о существовании других. Он отправился туда ради нашего спасения. В таком случае, не Тизей, надо наказывать от того из вас, кто убил. Из-за него вы все здесь. Вы знаете виновного, Дедал? Мы когда-нибудь кого-нибудь знаем, доктор? Черт, что она еще с нами сделала? Это идиотка. Порядно. Черт, отвяжи меня. Я не потерплю, чтобы вы меня привязывали. Хорошо. Почему вы заставили Клод заснуть? Почему, почему? Это я буду задавать вопросы. На тебе пласки или трусы? Ты хотела бы это знать? Ну да. Трусы, почему вы заставили ее заснуть? Если бы не заставили, она бы нас убила. Как это? А как, по-твоему? Первый раз ей было 10 лет, когда она попыталась заставить нас совершить самоубийство. А вы родились, когда ей было 10 лет? Ты что, меня правда? Ты сумасшедшую держишь. А ты разве не этого хочешь? Почему? Чтобы избежать тюрьмы. Что ты такое говоришь? У тебя нет сигаретки? Пожалуйста. Черт побери, семью не курящих. Я не убивала тех людей, док. И я не сумасшедшая. Я не признаю себя виновной. Да не надо. Только позволь помочь тебе. Мне не нужна помощь. Тебе возможно, но другим? Пусть сдохнут. Ты не хочешь спасти Тизея? А с чего ты взял, что не он виновен? Потому что он малыш? Маленьким убивать намного легче, чем взрослым. У него еще нет сознания этой болезни, которая с каждым днем все больше отделяет нас от животного. Значит, Тизея убивал? Как свидетель, я не очень сильна, док. Если бы мы доверяли дорогому Карлу, я бы, скорее всего, призналась. Ты говоришь очень вольно. Ты не боишься Дедава? Я никого не боюсь. Даже Минотавра. Минотавра? А это кто? Человек с головой быка? Подожди, пока он покажется. Недолго тебе еще шутить. Он не контролирует свою силу. Значит, убивал Минотавр. Не мне судить, док. Ты правда хочешь мне помочь? Освободи меня отсюда. Нет, пока не поговорю с Клодом. И что я скажу? Она ничего не помнит. Скажу ей правду. Расскажу обо всех вас. Все-таки это ее тело попадет в тюрьму. Смелости не хватит. Поспорим. Я выигрываю. Мы все рассказываем Клод, и лечение будет проходить по-моему. Ты выигрываешь. Я оставляю вас. Тебе начинать. Ничего, все нормально. Забирай кассу. Бросай, я говорю. За четыре дня до ареста Клода. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Клод, вы меня слышите? Клод! 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 Все бросились за клод и забыли меня отвязать. Клод! 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 Они попросили слепого. Откуда ты знаешь, что здесь был слепой? Так был или нет? Давно мы его отпустили. Дерача всподручнее допрашивали. Где он сидел? Там же где ты. Именно он был ближе всех, Рэй. Если убийца говорил, слепой скажет – мужчина это или женщина. Если этот кубик твой, как ты объяснишь, что его нашли в вагоне, где были убиты контролёры? Я ничего не знаю. Спросите других. Я знаю только то, что вчера он был, а сегодня уже нет. Вчера? Это произошло не вчера, Риадна. Это произошло три месяца назад. Ты опять путаешь давнее и недавнее прошлое? Это вы пытаетесь меня запутать. Ты уже слышала о мультиплицированной личности? Первый, кто заговорит о личности, получит сполна. Больше никого нет, ясно? Личности, которые отзываются на имя Клод. Это для вас не очень здорово? Но посмотрите на меня, чёрт возьми. Что я могу увидеть глазами этой бедной девочки? Эта бедная девочка, как ты говоришь, пациентка в больнице. И куда она пойдёт, туда и ты. Сейчас это пожизненное заключение за серию убийств. Ты действительно этого хочешь? Какой сегодня день, Риадна? Я ничего не знаю. И мне всё равно. Все дни похожи в этой тюрьме. Можешь, по крайней мере, сказать, сколько времени? Тик-так. Тик-так. Время идёт, Риадна. Прошлое не изменить одним броском кубиков. Число, которое ты выбросила три месяца тому назад, остаётся твоим. И число двадцати семи человек, которые мертвы по твоей вине тоже. По моей вине? Ты так сказал? По моей вине? Риадна. Дедал! Не волнуйтесь. Через два дня она забудет свою злобу. Её нужно понять. Из всех нас недостаток свободы ей больше всего причиняет вред. У неё хвастливый вид, но она не выживет и неделю в тюрьме. Это говорит о том, что Риадна никого никогда не убивала. Мы оба давно это обсуждали. Она не способна на это. Когда вы могли обсуждать? Как вы общаетесь? Слух или мысленно? Это зависит, есть ли вокруг люди. Я смотрел в глаза Карлу и видел в них своё отражение. Как и он, я доказал необходимость демонтировать тот механизм, которым выявляют недостатки. Как и он, я принимался за логическую паутину, которой Клод опутывал о себя, и которая только увеличивалась с каждым вопросом. Как и он, я, в конце концов, согласился, что говорил с четырьмя людьми. Но я никогда не встречал своего пациента. И боялся нового столкновения с Минотавром, который появился неизвестно откуда, чтобы наказать меня. За три дня до ареста Клода. Ну что, на этот раз поговорим или поцелуемся? Поговорим. Я слышу шепот их голосов. Как будто они у меня в голове. Я больше не могу услышать звук, не представив образ. И он такой реальный, что мне кажется, что я это пережил. Понимаешь? Ты меня понимаешь? Я крепко закрываю глаза. Уже такая уши. А голоса все равно слышны. И эти незабываемые образы тоже. Они не оставляют меня в покое. Я слышу ужасные вещи. Опасные вещи. Все эти трупы в лабиринте. Этот непереносимый запах. Это лечение черт знает что. Я больше не отвечаю за действия других. Ты никогда ни за что не отвечала. Всегда другие наносили удар. К тому же, когда кто-то не выполняет желания одного из вас, вы угрожали Минотавром. Если ты хочешь, чтобы тебя продолжали называть Ариадна, ты должна согласиться, что делала глупости. Без этого все тебя будут называть Клод, как ты есть по паспорту. Пока я не узнаю, кто из вас убивал, мы будем ходить по кругу. Кто убивает? Тот, кто ест? Или тот, кто дает есть? Кто дает есть? Мать! Неделями запертая в темноте. Это она заставила нас родиться в заморенном голодом Клоде. Ариад, зачем она вас заставила? Ариад! Как ты? Я больше не занимаюсь этим случаем. Это твой пациент, а не мой. Это из-за Минотавра. Ты не можешь упустить такую близкую цель. О какой цели ты говоришь, Кару? О своей или о моей? Сколько раз я должен вам говорить, не запирайте эту чертову дверь. Тебе начинать, вот что он сказал. Потом был звук, похожий на звук брошенных кубиков. Много кубиков. Вы уверены, что это был мужчина? Уверен, комиссар. Не только из-за голоса, но и из-за интонации. Ничто не двинется? Никто. Вас это удивляет, комиссар? На самом деле нет. И он их сразу убил? Нет. Прошло по крайней мере 20 секунд, пока убийцы ссорились. Как это убийцы? Там еще была женщина и ребенок. Что? Женщина волновалась. Она не хотела убивать. Но мужчина ничего не хотел знать. А ребенок был напуган до смерти. А потом? Потом? Потом были крики, паника в вагоне. Это было ужасно, комиссар. Ужасно было не видеть в тот момент. Ужасно было не видеть в тот момент. Ужасно было не видеть в году. Следовательно. С Ahmed для наших joins там. Прошу. Сihat. Субтитры создавал DimaTorzok Кровь, питание, белье. В конце концов, больница – прекрасное убежище. Немного удачи, ее признают невменяемой, и убийство, которое она совершила, исчезло. И никто не посмеет о них упомянуть. Мы, психиатры, так хотим верить, что людей можно вылечить, что готовы на все, чтобы выпустить их в жизнь. Два года настольного футбола, и Клод снова окажется снаружи, готовый начать сначала. Ты не понимаешь, что ты говоришь? Конечно, понимаю. Я вижу, что нет. Послушай, я понимаю, насколько этот случай всколыхнул в тебе все то, что ты хранил под печатями. Уже поздновато об этом думать. Что конкретно тебе сказал, Минотавр? Ничего важного. Но достаточно, чтобы привести тебя в такое состояние. Ты себе представить не можешь, что с ним делала мать. Сомневаюсь. Нет, я не верю. Ты думаешь, телесное наказание, половое насилие – это только клише? Это боль. К ней привыкаешь, Карл. Я говорю не о присутствии палача рядом с ребенком, а об отсутствии. Бесконечное отсутствие. Неделями. Месяцами не видеть мать. Быть запертым в пещере, закованным в цепи, как зверь, лишенный той, которая дала тебе жизнь. Неделями поджидать звук ее шагов. Представлять в темноте нежное выражение ее лица, когда она приносит тебе воды. Видишь, ничего сложного. Достаточно рассказать кому-то то, что он хотел услышать с минимальной убедительностью. Именно это и сделала Клод. Она нас надула. Мы испортили твою пациентку. Она симулянтка. У нее никогда не было мультиплицированной личности. У нее даже одной нет. Нет, я не сожалею, что погрузил тебя внутрь. Чего ты хочешь? Я считаю себя сильнее тебя. Мне кажется, немного странным, что это неприятие произошло сразу после встречи с Минотаром. Нет никакого Минотаром. В то время, как ты на волосок от того, чтобы выявить самые страшные вещи, чтобы встретиться с собственными страхами. Но речь не обо мне, Карл. В моем прошлом не на что смотреть. Там нет в моих разговорах ни отказа, ни сопротивления, ни какого-то из трюков, используемых нашими пациентами для защиты. Там только правда. А правда – это то, во что я больше не верю. Вы позвонили Карлу Фребе. Я буду в провинции до вторника. В крайнем случае, можете связаться с Алексом Танелем в больнице Святого Иосифа. Мы поспешили вместе с прокурорским надзором на место, указанное в жалобе учителя Клода. Тогда это дело не вызвало много шума. Жалоба на что? Грубое обращение. У ребенка были шрамы на шее, как будто от ударов кнута. Когда мы приехали на ферму, его мать сказала, что Клоду бабушки и дедушки. Мы обыскали все сверху, доми, и в конце концов нашли ребенка в подвале Сара. Она заперла его там, когда он напомнил ей об изнасиловании. Об изнасиловании? В результате которого родился Клод. Его мать изнасиловал какой-то бродяга. Она так и не осмелилась подать жалобу. Но, сами понимаете, в маленьком городке об этом узнали все. Она отказалась делать обор. Поэтому урожай этого ребенка, как это говорится, она чувствовала себя виноватой. Кто мог сомневаться? Клод обожал свою мать. Надо было их видеть, когда она забирала его из школы. Конечно, были и долгие месяцы, когда Клод скучал по своему классу, официально по болезни. Какого рода болезнь? Клод слышал голоса и тому подобное. Странная была семья, знаете ли. Кажется, я понимаю. Вот здесь мы его и нашли. Ребенок был прикован тут, как животное. Он был наполовину без сознания. По словам врача, он не ел целый месяц. Вокруг него были человеческие останки. Поскольку в этом районе никто не пропадал, сделали запрос. Но тела так и не смогли опознать. Анализа ДНК еще не было. Судебный процесс, медицинский отчет. Все здесь? Спасибо. А сколько лет было ребенку в момент вмешательства? Десять. И, конечно, он ничего не сказал. В социальной службе и своему учителю за все годы страданий. Но еще более удивительно, так это слезы Клода, когда его мать арестовывали. Что с ней стало? Она повесилась в одиночной камере два года назад. Два года. Ребенок был с ней, когда ее обнаружили. За два дня до ареста Клода. Он стоял на автобусной остановке, было девять вечера. И все же убийца ничего не сделал, чтобы завершить крики тех, кого захватил. Водители четверо пассажиров автобуса были убиты. Мозберг, 12-го калибра с глушителем. Украденный из оружейного магазина. Но он прекрасно знал, что кто-то вызвал полицию. Он не боялся, что его задержат. Он этого и ждет. Только Тизей может принять свое наказание. Мой отец, я ничего не понимаю. Слово Минотавр говорит тебе о чем-то? Смутно. Ну да, это же история изнасилования королевы быком. Греческая мифология. Ну и греки, где же они это выкопали? Пассифайя, королева Крита, была матерью Минотавра. Она настолько устыдилась того, что родила монстра, наполовину человека, наполовину быка, что попросила своего архитектора Дедала построить своему сыну тюрьму, из которой он никогда не выйдет. Дедал создал лабиринт, и в него поместили Минотавра. Каждый год с судьбой выбирались семь юношей и семь девушек. И их приносили в жертву голодному монстру. Семь мужчин и семь женщин в прошлом году. В этом году остался еще один мужчина. По-моему, убийца пытается подстроить жизнь под эту легенду. Он увидел в ней себя. Он считает себя Минотавром? Он и есть Минотавр. Он видит себя монстром. У него либо временное отставание, либо психическое заболевание. Я за психическое заболевание. Как и Минотавр, он чувствует себя отверженным людьми за преступления, которого не совершал. За то, что родился. Конечно, он зол на свою мать. Ты меня удивляешь, я бы тоже злился. Допустим, убийца Минотавр. Лабиринт его мания. В таком случае, кто эта женщина, о которой говорил слепой? А кто ребенок? Но их сразу трое. То мужчина, то женщина, то палач, то жертва. Поэтому свидетельские показания разнятся. Поэтому слепой говорит о трех людях, тогда как другие свидетели видели только одного. На что ты намекаешь? Шизофрения? Эта история неправдоподобна. Я тоже не понимаю. Мне нравится твое рвение, но, к сожалению, нет доказательств тому, что ты говоришь. Надеюсь, что ты силен в игре в Косте, Рэй. Отойди. Подвинься. Хочешь поиграть, месье правильный? Во что, доктор? В игру, болван. Какую? Игра в бога, Карим. Можно играть весь день. Кто это? Бог, болван. Каждый день он пишет на облаке шесть вещей, которые приходят ему в голову. Потом он трясет большой кубик и кидает его. В соответствии с результатом идет дождь или светит солнце, наступает мир или война. Ты идешь в туалет или нет. И как это все решается? А ты как думаешь? Это просто неудача, вот и все. Как спит, как ящур. А как играть в твою игру, доктор? Ты меня слышал. Надо написать шесть вещей, которые придут нам в голову бросить кубик и самим строить свою судьбу. Все, что захотим. Все. Поцеловать главную медсестру. У тебя есть вкус, Лиджи. Поцеловать главную медсестру. Ты сделаешь это, если выходит единица. Никаких лекарств. Номер два, Карим. Встать. Подняться с кресла и пойти. Номер три. Подняться на крышу и загорать целый день. Номер четыре. Ты меня удивляешь, Симон. Если выпадет пять, я убью первого, кто со мной заговорит. Убивать можно? А что, по-твоему, Бог делает целыми днями? Он тоже серийный убийца. Номер пять. И последний? Убить всех белых. Это будет сложно, Стэн. Кто против? Сожалею. Может, в другой раз. Итак, номер шесть. Разбил здесь лагерь. Да. Я могу бросить кубик, доктор? Начинай, Лиджи. И что мне теперь делать? Поцеловать главную медсестру. А если нет, я это сделаю. И я тоже. И я. Идите все. Я первый. Отойди. Подождите меня. Подождите. Подождите. Закрыто. Закрыто. Вы в порядке? Что вы делаете? Моя машина. Это моя машина. Держи ее, держи. Держи. За день до ареста Клодом. Ты продаешь картины? Не совсем. Ты художник? Я работаю в полиции. Не говори глупости. Это все ты нарисовал? Ты известен? В комиссариате, да. Я восхищена твоими картинами. Надо быть совершенно опустошенным, чтобы нарисовать такое. Ты расплатишься со мной одной из них? Я хотел бы сам устанавливать цены. Я не хотела ничего плохого. Я просто сказала, что мне бы это очень понравилось. Какую ты предпочитаешь? Вон те катакомбы. Что? Катакомбы. Что я такого сказала? Рээто Матиас. Я знаю, где он их прячет. Мы прочесали северные галереи на много километров, комиссар. Ничего. Вы хорошо поработали. Матиас, думаю, на этом мы остановимся. Я уже достаточно выставлял себя посмешищем. Матиас, смеет. Нам не разрешили заходить в зону сточных желобов. Ты нарвешься на неприятности. Черт побери. Комиссар, что вы делаете? Не глупите. Матиас. Черт, там лампа. Последний. Возьмите. Последний раз иду за ним. Матес, подожди меня. Рэй! Что там? Зови ребят, быстро! Ребята, идите сюда! Матес что-то нашел! Скорее сюда! Зовите остальных! Тихо! Нет, Матес! Матес! Не двигайся, он может быть вооружен! Матес, стой! Нет! Сюда, ребята! Это одна из пропавших, Рэй! Это одна из пропавших! Быстро скорую! Я пришлю к вам кого-нибудь расплатиться. Привет, Алекс! Ты не собираешься работать? Что со мной сегодня? Я что, свечусь? Просто я тебя не ждал. Я думал, что ты отказался заниматься, Клод. Сейчас мне было бы трудно. Где ведутся исследования? Клод вернулась в больницу по собственной воле. Должны быть, кубики посоветовали ей. Что ты хочешь теперь делать? Не знаю. А что бы ты сделал на моем месте? Я больше не на твоем месте, слава Богу. Вчера я ездил на ферму, где вырос Клод. Ты что? То, что она говорила, правда. Я видел подвал сарая, где мать ее держала. Если она притворялась, то делал это с десяти лет. Я также нашел кое-что важное, чтобы добиться воссоединения личности, то, что ускользнуло от нас обоих. И что же? Общий у Клод и у легенды о Минотавре. Минотавр родился после изнасилования, как и Клод. Мать то обожала его, то она видела. Потому что видела в нем то своего ребенка, то насильника. Минотавр родился. Послушай, я ничего не могу тебе посоветовать, Карл. Но на твоем месте я бы оставил эту затею воссоединения. Почему? Потому что, если эти личности и правда существуют, некоторые из них погибнут при этом процессе. Кто дал тебе право выбирать, кто выживет? Они не погибнут. Они растворятся одна в другой, как молоко и сахар в кофе. Ничего не будет потеряно. И мы придем к единому сознанию. Сознанию. Знаешь, как Ариадна охарактеризовала его? Как болезнь, которая с каждым днем все больше отделяет нас от животного. Болезнь? Да, болезнь. Ты правда думаешь, что сможешь соединить сознание, способное на такое? Я думаю, что это нужно срочно сделать. Возможно, я тебя шокирую, но я близок тому, чтобы согласиться с Ариадной. Но я пойду еще дальше. По-моему, осознание – это мучение для духа. Головоломка, созданная Богом, чтобы управлять нами. Именно осознание зла творит зло. Без осознания зла не существует. Сознание противоречит природе. Оно тщетно пытается выдрессировать ее, говоря «стать, лечь». Зачем заставлять эти шагом того, кто возвращается на голубь? Потому что Клод всю жизнь страдает. Потому что в ее страдании нет ничего хорошего. Потому что она желает успокоить ее. Но она сама успокоилась, разделив себя. Почему ты не уважаешь ее волю? У ее личности есть один дар, который мы потеряли. Это предоставлять слово каждой грани своей души. В лице мы все были множественны. Слившись в одно, мы приговорили другие личности к молчанию. Ты это предлагаешь, Клод? Что я ей предлагаю, так это понять, почему она начала убивать два года назад, а не раньше. Почему она принесла в жертву смерти своей матери 27 человек? Только это почему может ее вылечить. Оружейник, контролер и еще шестеро пропали в этом году. За этот год это первая похищенная. Она сейчас в хирургии. Ждем новостей из больницы. Почему он не убил ее, как остальных? Хорошо, пока. Это был Малик. Останки принадлежат тем 14-ти пропавшим в прошлом году. Будем надеяться, что уцелевшая сможет говорить. Она больше не заговорит. Два года расследования. Единственный раз, когда появился свидетель. Рейд и нам нужен. Перестань себя винить. В этом году он убьет еще раз, и это будет мужчина. Семь мужчин, семь женщин, не одним больше. Потом он затеряется до следующего года. Нет. Нужно немедленно остановиться. Он определенно сделает глупость. С тех пор, как мы узнали его ориентир, он должен чувствовать, что за ним следят. Следят? Спуск в лабиринт был частью его затеярой. Настоящая победа не убить монстра, а выйти из лабиринта. Матяс. Матяс. Матяс, ты в порядке? Глаза лучше так. Да, нет. Так. Мне очень поможет, если я поговорю с Клод, с личностью, рожденной с этим именем. Мы это уже обсуждали тысячу раз, профессор. Блудить Клод очень опасно. Я думал загипнотизировать ее. Шаг в прошлое? Вы имеете что-то против. Если не получится, мы не готовы встретиться с Клод. Если получится, вы не готовы встретиться с нами. Дедал. Три месяца подходят к концу. Я должен предоставить суду отчет, у меня больше нет выбора. Минотавр не позволит вам этого. Он будет бороться за наши жизни. Я знаю. В лабиринт не входит без знити. Вы же знаете. Верните Клод в ее седьмой день рождения. Именно тогда мы и родились. Вам будет не хватать меня, профессор. Вам тоже, доктор. Это, в общем, мелочь. Но вашему пациенту это понадобится. Он видит себя монстром. Он чувствует, что отвержен людьми из-за преступления, которого не совершал. За то, что родился. В этот самый момент он идет навстречу своим будущим жертвам. Кто-то его толкнет, спросит время. Возможно, кто угодно. Ваш отец, ваш брат, кто-то, кого вы любите. Не бросайте его. Я хочу, чтобы ты постепенно вернулась в свой седьмой день рождения. Я досчитаю до трех. И на три будет тот самый день. Ты сможешь открыть глаза, но ты останешься полностью расслабленный. Ты готова? Один. Два. Три. Тебе семь лет. Твои маленькие друзья с тобой? Нет. Ты не пригласил друзей на день рождения? Мне не нужны друзья, у меня есть мама. Мама! Мама, где ты? Где ты, Клод? В лабиринте. Что такое лабиринт? Подвал сарая. Твоя мама с тобой? Что с тобой, Клод? Что с тобой, Клод? Кто ты сделал маме больно? Кто сделал маме больно? Кто сделал маме больно? Кто еще в лабиринте с тобой и мамой? Монстр. Какой монстр? Мама! 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 Клод, ты меня слышишь? Что происходит? Ты ослышился, Клод. Мне придется наказать тебя за это. Нет, мама, нет. Не наказывай меня, пожалуйста. Я ждал тебя на кухне. Я ждал. Не наказывай, пожалуйста. Вам новое сообщение. Добрый вечер, Матис. Странно, что я вот так с вами говорю через голосовую почту. Мы даже встречались, но я не думаю, что вы это помните. Нужно все это остановить. Полагаю, нам надо срочно поговорить. Мы ждем вас на улице. Мартир, дом семьдесят пять. Четвертый этаж направо. Приезжайте быстрее. Клод, ты меня слышишь? Клод. Я буду считать до трех. На три ты вернешься. Один. Два. Ты пытаешься еще с ней поговорить, я тебя убью. О чем нельзя говорить, Минотавр? Я ее убью. Я убью ее, прежде чем ты убьешь нас. Я не хочу вас убивать, Минотавр. Я хочу ее спасти. Вы тоже этого хотели, разве нет? Что произошло, Минотавр? Что произошло в лабиринте? Я больше так не буду, мама. Обещаю. Это приговор Бога, Клод. Если ты выиграешь, ты свободен. Если ты проиграешь, я тебя накажу. Тебе начинай. Есть новость от Матиаса? Да. Малик, сообщи хорошие новости. Не знаю, хорошие ли, но вот такие. Я составил фоторобот. Личность установлена? Что? Клод! Клод, ты меня слышишь? Клод! 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 Нет, нет, нет! Не оставляй меня, мама! Не уходи! Нет! Клод, ты меня слышишь? На счет три ты проснешься. Один, два… Не оставляй меня, мама! Нет! Нет! Клод, дыши! Дыши глубже! Дыши! Дыши! Клод, дыши! Хорошо! Дыши глубже! Все хорошо! Все закончилось! Все закончилось! Все закончилось! Все закончилось! Закончилось! Минотавр на свободе! Яриадны, Эдидалы, Тизей… Ты больше не услышишь их голоса. Больше они тебе не понадобятся. Я вспоминаю. Минотавр на свободе! Минотавр на свободе! Минотавр на свободе! Минотавр на свободе! Нет! А сколько вас всего? Я ничего не знаю. Я не знаю всех. Индивидуальность – это всего лишь сумма множества личностей, которые она вмещает. Нет! То, что другие называют нашим характером, я составил фотороботами. Это только панцирь, который защищает то, что мы есть на самом деле. Я помогу тебе, Рэй. Но только потому, что у меня нет выбора. Социальная маска, подверженная изменениям, но которая действует только в спокойное время. В случае агрессии и только в этом случае мы становимся самими собой. Оказавшись в опасности, мы показываем на мгновение то, что так тщательно скрывали. Тебе начинать. Сколько нужно лжи, чтобы заполнить эту брешь? Сколько надо швов наложить? Почему мы должны зашивать наши раны? Матиас! Не глупи, Матиас! Почему бы вслух не сказать, кто мы есть на самом деле? Чего мы боимся? Того, что люди подумают, что мы скрываем свою настоящую сущность? Клод выбрал другое. Клод вновь открыл все свои раны. Клод разорвал нить, которая стягивала его шрамы, и погрузился в лабиринты своего существа, чтобы встретиться лицом к лицу с Минотавром, этим великим испытанием, которое преследует нас всех. Я причинял кому-то вред? Иногда я сержусь на Карла. Это он передал мне этот случай. Но, оглядываясь назад, был ли лучший способ лечения? Клод изоляции? Клод изоляции? Клод изоляции? Проекта? Клод изоляции? Продолжение следует...